Друзья, всем привет! Слим Толев, тюнинг ателье Fat Tony. Мы начинаем работать с автомобилем Lexus RX300. И пока вам далеко доехать до нас с юга-запада, с юга Москвы, либо Московской области, мы работаем с автомобилем из Чебоксар. Всем привет! У нас в работе Lexus RX300. Как вы заметили, у нас проведены арматурные работы салона. Для чего? Чтобы снять полностью всю систему вентиляции и кондиционирования. Для ее промывки, бактериализации. Всех-всех-всех полностью воздуховодов. Все это нужно будет промыть и вернуть все на место. А также мы проводим ревизию шумовиброизоляции, исправляем недочеты, что-то переделаем, что-то восстановим. Возможно, доработаем. В данном автомобиле мы еще заменим акустическую систему. Не полностью, частично. На примере вот данного динамика. У него номинальная мощность превышает выходную мощность процессорного усилителя. Это сразу же мы делаем под замену. Среднечастотную акустику мы оставляем на месте. Твиттера мы тоже меняем. Перейдем к процессорному звену. Мы полностью убираем моноблок, процеузь и накопитель. Так как она нам не устраивает по мощности, мы будем ставить намного более мощное оборудование. Для сабвуфера мы будем ставить моноблок номинальной мощностью 1 кВт. А на акустическую систему оставшуюся мы будем ставить процессорный усилитель. 12-канальный процессор. Итак, перейдем к самому звену. Стелс мы изменять форм-фактор не будем. Нам хватает достаточно объема для сабвуфера. От этого моноблока он заиграет очень приятно и намного лучше, чем до этого. А также мы произведем красоту по акустической проводке. Разложим, уложим ее аккуратно, красиво. А также у нас стоит задача установить Wi-Fi роутер 2С мощный. К нам работу вернулся наш Lexus. Ранее с этого автомобиля мы выключили весь Freon. Для того, чтобы коллеги заделали до оснащения, сняли торпеду, помыли радиатор кондиционера и радиатор печки. Сейчас мы вернем все заданное заводом-изготовителем количество Freon на место в автомобиль и проверим работу системы кондиционирования. Вот и пришло время обзора компонентов. Итак, погнали. В первую очередь о компонентах фронтальной акустической системы. На смену установленным ранее мидбасовым динамиком придут X-Celsus. X-Celsus 875 XXM. Это та самая история с очень развитой подвижной системой, отсутствующей центрирующей шайбой, высокой чувствительностью и такими ужасающими показателями мощности, которые допустимы для совместной работы с данным динамиком. Литая корзина, развитая магнитная система на неодимом магните и, в общем-то, шикарный колпак. И все в данном динамике призвано для того, чтобы обалденно отыгрывать барабаны, ну и, в общем-то, все компоненты акустической составляющей мидбасового диапазона. Динамик отлично работает на объем двери. И, в общем-то, все для этого в данной системе, для его правильной работы у нас имеется. На смену динамикам среднечастотным приходят также X-Celsus из той же серии, что и мидбасовое звено. Это XXM325. В общем-то, абсолютно те же параметры корзины. Та же самая отсутствующая центрирующая шайба, в роли которой выступает поролон акустический, который поддерживает линейность данного динамика. Прошу не переживать. Объективно, даже с учетом высокой мощности, динамик сохраняет свою линейность и никаких призвуков не выдает ни мидбасовой, ни среднечастотной динамики. С ними все хорошо. Они обалденно отцентрованы. И установили мы, я думаю, их уже пару десятков комплекта. Даже ни одного бракованного динамика на данной стадии не выявлено. Все работает стабильно, без каких-либо нареканий. Особо круто все это звучит, естественно, после разминки. Хотя, ввиду вроде бы отсутствующей центрирующей шайбы, ее период разминки должен быть меньшим. Но нет, это не так. Те же 40-60 часов разминки механики, переработки механики требуются для выхода на финальные параметры и данных динамик. В высокочастотном звене у нас также замена. На смену ранее установленным придут бламы. Бламы из серии Signature. Это TS-25 HR. Честно говоря, по параметрам, представленным на сайте, я немного ошибся. Я целился в диаметр, монтажный диаметр в 61 мм. Но, к сожалению, то ли я не туда посмотрел, то ли с производителем какая-то проблемка. Но, в общем-то, французы меня обманули. Либо я обманулся от французов. И с фланцем данного динамика нам явно предстоит произвести какие-то действия. Я пытаюсь выяснить, разборный ли данный фланец. И что-то мне подсказывает из его конструктива, что он разборный. В целом, экспонент раструба данного твиттера сохраняется при разборе. Ну, в общем-то, сейчас получим ответы. И будет на поле либо опять замена, либо мы сможем снять фланец. И сделать собственный фланец, для того, чтобы адаптировать к установочным параметрам уже изготовленной не нами стойки лобового стекла. Очень не хочется ее переделывать. С ней все хорошо. Она симпатичная. Все, что касается крепежа стойки, мы уже восстановили, заказав новые детали. И восстановим все абсолютно в завод, для того, чтобы сохранить безопасность даже при срабатывании подушки аирбэга. Про акустическую усилительную часть расскажу подробнее. Пришло время сыграть в ящик, в коричневый ящик. Но посмотрим, что внутри. Внутри ничего нет, потому что процессорный усилитель, который здесь размещался, уже установлен на монтажную площадку. Заведена силовая межблочная проводка, закреплена на площадке. И, в общем-то, не стали мучить ребят, для того, чтобы они все это разобрали и уложили нам все это в этот очень симпатичный кейсик. Подробнее о данном процессорном усилителе. Процессорные усилители синего опы доступны к заказу на Алиэкспресс до, пожалуй, января прошлого года. Пожалуй, все любители сэкономить и получить значительный функционал плеера заказывали все это на Алике. Теперь в России есть дистрибьютор. Это проверенные, надежные люди, которые связаны с автозвуком очень-очень давно. И они, не знаю на каких договоренностях, но предлагают данное устройство, немного дороже, чем Алиэкспресс. Но, объективно, все преимущества покупки у дистрибьютора они сохраняют. Что такое дистрибьютор? Дистрибьютор – это компания, которая обеспечивает программную поддержку, гарантийную поддержку. И, безусловно, мы с нашим подходом не готовы работать с продуктами с Алиэкспресса. Есть дистрибьютор. Пробуем ставить то, что предлагается данным брендам. Не нужно думать, что вот этот кейсик с данным развитым аппаратом стоит басноосновных денег. Безусловно, если этот опыт сейчас приживется, то мы с удовольствием будем рекомендовать в бюджетных сегментах замену аудиосистемы именно эти процессорные усилители, если все у нас надежненько, ровненько сработает. Потому что по процессорной части никаких нареканий нет. Это очень комфортное устройство, которое работает в формате так называемого Hi-Fi, но при этом имеет схемы на борту очень-очень-очень развитого такого уже класса сильно выше Hi-Fi. Но производитель заявляет именно класс работы устройств как класс Hi-Fi, и мы будем, в общем-то, этому слепо верить, пока сами не убедимся в его звучании. А звучать им будет хорошо. Почему? Потому что на своем борту он имеет 6 каналов АБ-класса. Это то самое теплое, близкое к ламповому звучанию. И два канала усиленных D-класса, которые, собственно, у нас будут работать на мидбасовые динамики данной системы. Естественно, на АБ-класс каналы у нас пустятся на среднечастотные и высокочастотные диапазоны этого звена. И тыловую акустику также будем подключать именно к каналам АБ-класса. Этого абсолютно достаточно для работы тыловой акустики, 60 Вт заявленных как минимум. И, в общем-то, честно говоря, мы по-прежнему очень мало внимания уделяем именно тыловой акустической системе. Даже кроссоверную составляющую мы оставили без изменений. Там установлена акустика Kicker, компонентка. Под штатным кроссовером все это и будет продолжать работать. Итак, почему Cineop? Cineop в первую очередь потому, что был запрошен функционал, который ранее гостю не удалось реализовать при сотрудничестве с подрядчиками. А именно, интересовал его возможностью воспроизведения ствердотельного накопителя. При этом заявленная поддержка в 2 терабайта. Ну, в общем-то, в чем нам предстоит убедиться. По крайней мере, терабайт данное устройство абсолютно без проблем выдерживает, тянут, все хорошо. Как это будет сделано? Устанавливается плеер. Вот эта часть, по сути, это пульт управления, так называемый SRC-пульт. В данном случае это не просто пультик управления пресетами громкости. В данном случае это полноценный плеер и так далее. Его экран отображает название треков. Пульт имеет функцию переключения треков для того, чтобы с твердотельного накопителя все это воспроизводилось и управлялось абсолютно правильно. Ну и, в общем-то, количество источников, задействованных в аудиосистеме автомобиля, также склоняли нас к выбору именно процессорного усилительного звена на базе Cineop. Hi-Fi X12 моделька называется. X12 пусть не вводит вас в заблуждение. На борту всего лишь 8 каналов усиления. А X12 я не знаю почему. Потому что так захотелось. Ну, пусть так и будет. Не проблема. Замены на поле также у нас произойдут в усилительном звене сабвуферного звена. На роль актуального усилителя сабвуферного звена мы используем компонент от бренда Muzway. Muzway это продукт, который выпускает и дистрибьютирует Андрей Вахтин и так далее. Имеет некоторые отношения к бренду АМП. И, в общем-то, данное устройство абсолютно проверено. Почему оно? Потому что оно в достаточной мере компактно. И, честно говоря, наш сетап, в общем-то, и завязан на компактности многих устройств. Так как устанавливается дополнительное мультимедийное всякое оборудование. И, в общем-то, пространство в автомобиле не бесконечное. Все установится максимально штатно. Весь штатный функционал спас нового колеса, доступа к различным приборам будет сохранен и обеспечен. Также в автомобиле разместится дополнительное оборудование. В первую очередь начнем с развитого Wi-Fi роутера с функцией приема 4G сигнала. Так далее. LTE это устройство базово тянет при должной установке антенн. Антенн в комплекте у нас три. Две из них мы выведем в задние и передние бампера. Первоначально предполагалось вывести в боковые зеркала. Но, к сожалению, разъемы, проходы не позволяют разместить там антенны. Поэтому передний и задний бампер плюс крышка спойлера. Так далее. В корпус спойлера встроим дополнительную антенну для приема GSM сигнала. А вот эти вот антеннки уже будут формировать облако распространения Wi-Fi в автомобиле. Работает все это очень надежно. Роутер двухсимочный. Выбирает, обратите внимание, не суммирует, а выбирает максимальный прием от определенной сим-карты. Рекомендуем всегда выбрать пару сим-карт от разных операторов сотовой связи, непараллельных. Для того, чтобы устройство самостоятельно определяло сим-карту с лучшим приемом в данной области, в данном пространстве и переключалось именно на ее. Также в автомобиль мы установим систему Ambient Air. В районе перчаточного ящика, боковой, который бардачок еще называет, мы установим устройство. Вам для примера я показываю цельный блок, так далее. Это блок сразу с несущей конструкцией и встроенным компрессором. В автомобиль же мы установим разнесенный блок. Отличается он лишь немного компактностью и так далее. Данная часть, вот эта вот вся история, она вынесена в компонент отдельной установки. Выглядит гораздо более изящно. И, в общем-то, именно в Lexus будет смотреться гораздо более гармонично. Вот ароматизирующие жидкости происходит после воздушного фильтра. Там, где, в общем-то, откуда происходит и распределение всего потока воздуха по салону. Работает, на самом деле, безумно круто. Работает и управляется через приложение. И, честно говоря, такая вот фишечка очень-очень востребована сейчас на рынке. Потому что, во-первых, она качественна, она достаточно надежна. И, в общем-то, жидкости, которые можно применять в данном устройстве, тоже практически ничем не ограничены. И так далее, на любом развале торгового центра есть развалы с разными ароматизаторами, ароматизирующими жидкостями, где вы можете под свой вкус подобрать. Мы покажем вам плотность жидкости, которая применяется в данном устройстве. И, в общем-то, будете, отталкиваясь от своих предпочтений, выбирать подходящую именно вам жидкость для ароматизации воздуха в салоне автомобиля. Крутая штука. Рекомендую к установке. Продолжение следует... Рекомендую к установке. Для меня Lexus RX300, который приехал к нам из студии Автозвуком. Мы же, в свою очередь, делали шиномонтаж с адаптацией. Главной проблемой на этом автомобиле, наверное, было то, что ступичная поверхность на диске была замазана смазкой. Прилипла грязь. В общем, все это мы почистили, убрали. Теперь ступицы чистые, колеса отбалансированные, адаптированные. Результат получился восхитительный. Вот такую вот распечатку мы даем, где есть результаты балансировки. Протянули колеса динамометрическим ключом. Пожалуй, все. Можно ездить, наслаждаться музыкой и приятной ездой на автомобиле. В рамках справления аудиосистемы изготовили новые проставочные колечки под акустику. Ну, как бы вот можно показать у нас то, что было. С такими красивыми колечками, в кавычках, автомобиль приехал. Это вот под серединки. Вот так вот они. А это вот под медбасовую акустику фронтальную. Ну, изготовили... Так, мы их сразу отправляем куда следует. Изготовили новые кольца из фанеры и из АБС-пластика. Ну, это вот уже прикрутили динамики жестко на болтовое соединение. А это уже пойдет... Это переходное вот пластиковое колечко. А это уже пойдет в автомобиль, в торпеда. И изготовили вот такие вот красивые колечки из фанеры. Пропитали их полиэфирной смолой, чтобы в дверях все-таки влага присутствует. Чтобы они были стойкие. И покрасили черной красочкой. Устанавливаем антенны роутера. Соответственно, решили установить их в задний спойлер. Чтобы качество сигнала приема было лучше. Тут не особо много мест для этого. Но вот уже нашли, подготовили местечки. Обезжирили. Хорошенечко прижимаем, приклеиваем. Проводочки сейчас подфиксим. Вот. Суть в том, что они выйдут как раз вместо штатного выхода. Через уплотнитель уже, соответственно, в крышку багажника. Потом мы их там проведем через гофру и выведем в багажник, где установлен сам роутер. Суть того, почему мы их решили сюда расположить. Потому что это пластик, чтобы они были вне зоны действия металла автомобиля. Ну, то есть вынесены для лучшего приема за кузов автомобиля. Ну что, друзья, мы закончили очередную работу по пошиву салона автомобиль Lexus RX. И теперь давайте подетально посмотрим, подойдя ближе к автомобилю, что же мы сделали. Подлокотники дверных карт, центра дверных карт. Мы перешили в натуральную кожу. Центральная консоль. Верхняя часть перешита в натуральную кожу. Центральные подлокотники также перешиты у нас в натуральную кожу. Отделочная нитка на перешитых деталях у нас сделана в светлом цвете. Под весь заводской интерьер данного автомобиля. Переднее и заднее сидения у нас также перешиты в натуральную кожу. Единственный момент по просьбе владельца автомобиля мы изменили центра. Мы сделали узорную перфорацию с объемной прострочкой, чтобы интерьер автомобиля заиграл у нас более свежими красками. И небольшая изюминка на торте. Боковые пластики передних сидений у нас также перешиты в натуральную кожу с отделочной ниткой светлого цвета в общий интерьер автомобиля. И также в интерьере этого автомобиля у нас перешит руль. Поскольку заводской материал уже был в непрезентабельном состоянии, сейчас он перешит в натуральную кожу, верхняя и нижняя часть в гладкую напу, боковые хваты в псевдоперфорацию. Спустя три недели, проведенные в Фетоне, автомобиль качественно преобразился. Безусловно, вы не заметите на них каких-то видимых изменений. Но поверьте, владелец данного автомобиля точно оценит весь спектр высшего удовольствия, потому что проведенный комплекс работ был как раз-таки на это и рассчитан. В первую очередь мы произвели полную систему очистки всей системы кондиционирования, охлаждения воздуха автомобиля. Со снятием радиаторов, с заменой жидкости, хладагента, с заправкой кондиционирования от и до, под ключ в одном месте с параллельной очисткой и химчисткой салона и, в общем-то, вымыванием каждого миллиметра всей системы подачи воздуха. В этот качественно очищенный, приведенный практически в состояние нового автомобиля, мы также установили систему ароматизации и аэрации воздуха Ambient Air. Также установили Wi-Fi Road ARZ, это тоже, безусловно, приведет к удобству эксплуатации автомобиля. Ну и, собственно, преображенная аудиосистема точно не оставит равнодушным владельца. Желаем и вам получать только позитивные эмоции от посещения тюнинг-ателье. Для этого обращайтесь к профессионалам, профессионалам Fat Tony. Друзья, на экране у вас также 4 ролика, в которых вы можете также ознакомиться с другими работами нашей компании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!